Еще не успела отгреметь их любимая «Мы здесь власть», а фигуранты дела о массовых беспорядках уже в очередной раз предстали перед лицом власти судебной. Мосгорсуд начал рассматривать ходатайство Айдара Губайдулина и Валерия Костенко. Люди, сами нарушившие закон, вдруг вспомнили, что живут в правовом государстве и попытались обжаловать предъявленные обвинения. За участие в массовых беспорядках каждому грозит от трех до восьми лет. Следствием собраны видеодоказательства, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что обвинение основано на фактах. Вот Айдар Губайдулин, например, бросает бутылку в стражи порядка и вообще, можно сказать, находится в гуще событий. Или вот второй фигурант Валерий Костенок. Тот, видимо, оказался сильнее и запустил в ОМОН металлическую урну. Организаторы незаконных акций тогда заявляли, что это мирный протест. С чем не согласились политологи, которые внимательно следят за ситуацией. Никто никому не запрещает. Но то, что касается конкретно этих людей, они сознательно, особенно вот некоторые из них, сознательно шли на многократное нарушение действующего законодательства, несмотря на предостережение правоохранительных органов. На прошлой неделе еще нескольким участникам незаконных акций сбрали меру пресечения. В изоляторы отправились Кирилл Жуков, который мирно протестуя ударил в лицо бойца ОМОНа. За ним Данил Беглец, который просто толкал кого-то из силовиков. Вот он в белом. И, наконец, еще один метатель урны Евгений Коваленко. Тот самый, что свергает режим, живя с мамой и работая охранником в РЖД. По этим задержанным Следственный комитет сегодня выпустил отдельное заявление. Их вина уже доказана, расследование завершено. По версии следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года в центре столицы обвиняемые применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие. Материалы уголовных дел в отношении указанных фигурантов выделены в отдельное производство. И с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Вместе с тем, расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается. По данным экспертов, такая вот разношерстная публика от менеджеров до тех же охранников – эдакий эксперимент организаторов беспорядков. Опять же, за него хорошо платят. Исследования политологов показали, что большинство участников незаконных митингов шли на них либо просто за компанию, либо за конкретные бонусы. Их выводили на первое мероприятие с требованием приходить, иначе не дадут зарплату. То есть те деньги, которые они заработали, трудясь на соболе Жданова, то есть на ребят из ФБК. Точно так же, когда организуется паровоз людей из регионов, эти люди получают средства на билеты туда-обратно, чаще всего плацкарт, средства на проживание здесь и некоторые деньги, чтобы походить по Москве. То есть общую сумму расходов на человека из регионов можно оценивать примерно в 10 тысяч рублей. Впрочем, пока следствие изучает, кто и кому заплатил, и зачем некоторые митингующие идут на эти акции с оружием, силовики, ответственные за порядок на улице, в очередной раз дали понять, что беспорядки будут пресекаться и впредь. Это своего рода презентация бизнес-возможностей, известной структуры ФБК плюс, ФБК плюс, ФБК плюс и его друзья. Вот мы можем вот такую штуку устроить. Поэтому несите нам денег и побольше. И чем больше денег принесете, тем масштабнее будут потрясения в России. Вот, собственно, их логика. По словам экспертов, в ближайшее время активность пойдет на спад. Одни говорят, что причина всему конец финансового года в США, другие уверены, что организаторы акции пока сами взяли паузу. Кто-то находится под арестом, а кто-то после отказа в регистрации на выборах неожиданно решил заняться семьей. Илья Ушинин, Евгения Чернявская, Савва Морозов и Дмитрий Сальников. Телекомпания НТВ.